Приложения Сбербанк и Альфа-Банк будут недоступны в App Store и Google Play. В Казанском университете стартовал хакатон LinguaHack. Хакатон несет в себе цель не только информационную. Здесь проходят как мастер-классы, где участники повышают свою квалификацию, находят для себя что-то новое. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Аделина Абдрахманова. Делегация Казанского федерального университета во главе с проректором по международной деятельности Тимирханом Алишевым находится с рабочим визитом в Казахстане. Таким образом, КФУ расширяет сотрудничество с ВУЗами. В программу переговоров входит обсуждение сотрудничества по таким темам, как программы двойных дипломов, взаимодействия по направлениям экологии, инженерии, машиностроения, медицины, журналистики и международных отношений. Под блокирующие санкции США попали Сбербанк и Альфа-Банк. Приложения этих банков планируют убрать из магазинов приложений App Store и Google Play. Как блокировка онлайн-приложений может сказаться на пользователях, а также на общей экономической ситуации, узнаем в сюжете. Соединенные Штаты Америки продолжают введение экономических санкций против России. На данный момент в черном списке Вашингтона уже 10 отечественных банков. Вашингтон анонсировал введение полных блокирующих санкций в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. Среди обязательств заморозка активов финансовых учреждений, введение запрета на сотрудничество с определенным кругом лиц и отключение онлайн-приложений банков из App Store и Google Play. Исключение банковских приложений из Google Play и App Store в принципе неприятная ситуация для банков, но отнюдь не смертельная. Существуют альтернативные способы скачать приложение, например, с сайта самого банка. Приложение является не единственным способом онлайн-доступа к счетам, картам и прочим банковским услугам. На данный момент любой клиент может воспользоваться онлайн-банком, к которому может получить доступ через обычный браузер. Компании, попавшие под американские санкции, становятся нежелательными для Запада. Банки из специального черного списка лиц отрезаны от международных отношений, ведь по законам США все, кто вступит с ними в сделки, сами попадут под санкции. Также блокирующие санкции против Сбербанка и Московского кредитного банка ввела и Великобритания. При этом как Сбербанк, так и Московский кредитный банк сообщают, что санкции не повлияют на клиентов. Роберт Хасанов, Универньюз. В Центре цифровых трансформаций Казанского федерального университета состоялось открытие хакатона «Лингвахак». Все подробности узнавала наш корреспондент. 8 апреля в Центре цифровых трансформаций Казанского университета стартовал хакатон «Лингвахак», цель которого создание прототипа тренажера для переводчиков по-любому из иностранных языков. Мероприятие было организовано благодаря сотрудничеству двух институтов Казанского университета – Института международных отношений и Института вычислительной математики и информационных технологий. Проект направлен конкретно на лингвистику, а точнее на проект для переводчиков. Хакатон несет в себе цель не только информационную. Здесь проходят как мастер-классы, где участники повышают свою квалификацию, находят для себя что-то новое. Но главная цель хакатона – это чтобы каждая команда получила свой конкретный проект. Команды уже пришли нацелены, готовы, собраны под то, чтобы реализовывать конкретную прикладную задачу. И мы окажем все возможное, чтобы им в этом помочь. Во время хакатона участникам необходимо создать прототип тренажера для переводчиков по-любому из иностранных языков. Для решения данной задачи будет всего три дня. Участников ждут интересные встречи с экспертами и командная работа с трекерами. Помимо этого, во время хакатона будут проходить лекции, семинары мастер-классы, митап от компаний партнеров Казанского федерального университета на интересующие студентов темы. У нас было подано много заявок. В итоге приехали девять команд. У нас сейчас около сорока участников. Это как совершенно неопытные участники из Алицеев, так и опытные. В частности, из Иннополиса приехала международная команда. Центр развития компетенции «Универсам плюс», которым руководит Ольга Донецкая, уже более 20 лет занимается подготовкой переводчиков в сфере профессиональной коммуникации. В Институте международных отношений есть высшая школа иностранных языков и перевода. Они в первую очередь выступили инициаторами проекта. Нам реально хотелось бы иметь тренажер для переводчиков. Это нужно как для практических задач, так и, собственно говоря, для научных. Лингвисты должны в команде подсказать, какие компетенции переводческие, какие навыки переводческие можно тренировать, раз мы говорим о тренажере. Далее они выступают уже как методисты. Рассказывают не только, что можно тренировать, но и как можно тренировать. Расписывают ходы, последовательные шагов. И уже программисты своими средствами воплощают это уже в цифровую сферу. Мероприятие продлится с 8 по 10 апреля. Победители Хакатона наградят памятными призами, сертификатами об участии и денежными призами. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз. Выпускник Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского Федерального Университета создает социальную сеть «Фотограмм». Об этом подробнее в сюжете. Выпускник Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского Федерального Университета Евгений Перевозчиков создает социальную сеть «Фотограмм». Данное приложение показывает реальную жизнь без фотошопа и ретуши. Соответственно, никаких масок, никакой дополненной реальности и кучи фильтров. Только обычная жизнь без прикрас. А вот за соблюдением этой концепции будет четко следить искусственный интеллект и просто-напросто не допустит к публикации изображения с ретушью. Наличие макияжа никак не должно сказываться на работе искусственного интеллекта. Искусственный интеллект сканирует всю область изображения и выявляет наличие отредактированных пикселей. Идея появилась еще два года назад. В это же время была собрана команда специалистов. Разработка приложения началась задолго до блокировки известных интернет-платформ. В современном мире фотографии в социальных сетях могут рассказать о человеке больше, чем он сам. Через изображение люди выражают свои эмоции, делятся впечатлениями, значимыми моментами или будничными мелочами. Это как сейчас работает большинство фоторедакторов. Они размыливают, замазывают. Это так или иначе оставляет свой след на пикселях, пиксельный след на изображении. Создавая изображение, современное общество фиксирует реальное отражение мира. Вдохновившись данной мыслью, выпускник Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Евгений Перевозчиков реализовал социальную сеть, способную показать живое восприятие жизни. Полное интервью с Евгением Перевозчиковым можно посмотреть в ближайшем выпуске программы «Итоги недели». Амир Ахтямов, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается прием заявок на республиканский ежегодный молодежный научно-творческий конкурс «Если хочешь затронуть душу народа», посвященный Дню рождению Габдулы Тукая. Студенты вузов и СУЗов республики могут подать свои заявки до 11 апреля. Конкурс традиционно проводится в двух направлениях. Конкурс научно-исследовательских работ и конкурс чтецов. Очный этап пройдет 13 апреля в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Начало в 10.00. След Максима Горького в истории Казанского университета. Максим Горький – знаменитый русский писатель и драматург. Автор произведений на революционную тематику, основоположник социалистического реализма, а также номинант на Нобелевскую премию в области литературы. Он приезжает в Казань в августе 1884 года 16-летним подростком. Его пригласил приятель-гимназист Николай Евриинов, в то время отдыхавший на каникулах в Нижнем Новгороде. У Пешкова была страстная мечта – учиться в Казанском университете. Но ей, к сожалению, не суждено было сбыться. В Казани родились сюжеты первых литературных произведений Максима Горького. Здесь он нашел свою тему, своих героев. Его книга «Мои университеты» была создана на автобиографическом материале. «Физически я родился в Нижнем Новгороде, духовно в Казани», – вспоминал Максим Горький. Он еще не раз посещал наш город, приезжал сюда в 1889 и в 1890 году. Работы Максима Горького хранятся и в научной библиотеке КФУ. Например, здесь имеется произведение под названием «Весенние мелодии», выпущенное в Санкт-Петербурге в 1901 году. Хочется упомянуть, что это одно из первых изданий рассказа Горького, запрещенного до октября 1917 года. Казанский период в жизни писателя – это период становления и формирования его как личности. Здесь родились сюжеты 20 его литературных произведений. Побывав на самом дне общества, он описал его в своих рассказах. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, Универньюз. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!